Всем привет! Сегодня готовим суп из тетерева. Мне мой хороший знакомый друг подогнал тетерева от такого я его отварил в скороварке поставил в скороварку бросил туда лук морковку небольшую и 2 лавровых листа всего с солью не перца ничего с другого я не закладывал туда и вот хорошенько проварил так чтобы он весь сейчас хорошо отваливался все мясо отваливалась от костей вот пожалуйста встречайте для этого нам нужно 5 штучек довольно ну таких вот средний больших картошек средних назовем так укроп и петрушка 4 яйца масло сливочное и сметана все для этого у меня приготовлена маленькая кастрюлька внимание пожалуйста небольшая кастрюля не шестилитровая те супы которые мы варили до сих пор и будем варить в большинстве случаев были для такой на неделю на семью а этот суп мы делаем такой назовем его благородным таким супом здесь не будет лука здесь не будет каких-то ярких таких жестких специй там и что-то еще здесь будет такое назовем это благородным дорогим исполнением из прошлого ну и вообще правильно если например мы мы бы сюда развалили быть 4 тетерева на 6 литровую кастрюлю но они бы все сразу же потеряли ценность я вот как маркетолог могу сказать что об обилие например какого-то продукта его обесценивают ну что начнем кастрюлька у нас два с половиной литра поэтому приступим для этого я поставил кипеть бульон сейчас нарежу картошку и будем закладывать потихонечку продукт я мелко буду крошить но не мелко а таким маленьким кубиком буду крошить картошечку тетерев конечно ценная вещь это не какая-нибудь курица которая на каждом углу продается и добыть его можно только на охоте да можно фазана какого-нибудь купить да они разводятся но вот тетерев штука очень аккуратная чтобы его добыть нужно проявить много терпения много умения аккуратности я сам много раз ходил на охоту у меня дед егерь я в детстве и в молодости весной они рано утром в три часа ночи три-четыре на самой зорь еще до восхода солнца еще темно слышно как они прилетают на поля на проталины и начинают драться там выяснять отношения бороться за за девочку парни ходят черные с бровями садишься в засаду сначала их не видно только слышно как они там такие звуки чушь в общем несут такая интересная и они это это как вызов для них то есть ты типа мол иди сюда мы сейчас разберемся и дерутся сталкиваются дерутся и в общем кто победит тот и будет продолжателем рода своего в это время можно подзывать их например также ему отвечаешь а он тебя слышит и бежит на тебя типа мол я сейчас дам тебе такая вот тетеревинная охота но нам уже досталось я давно не хожу на охоту уже вот как-то я не очень сейчас к охоте отношусь вот но видите опыт есть ну что закладываю картошечку в кастрюлю с кипящим бульоном так ну теперь перебираем мясо нам нужно от больших костей его освободить значит разбираем его потихонечку и сейчас чтобы благородное семейство не схватила какую-нибудь кость вместо тетерева если вы хотите воспроизвести такой суп можно взять похожую например перепела продаются вот видите какие нехорошие не мягкие с капасты скороварки но все равно неприятно лучше разобрать может дырой попадется кстати вот это я буду класть уже в тарелку отдельно кусочками буду класть сейчас положу туда часть вот эту штучку буду закладывать отдельно тут как раз грудка но она не такая сухая как у курицы а уже но посолидней так скажем по аромат сейчас поработаем с яйцами можно просто взять это в одну в одну штуку взять перемешать и особо не париться и потом взбить и влить в кастрюлю но я вот возьму все таки разделю их так вот раз перемешали раз-два-три и эту тоже . взбивать не надо я просто беру и перемешиваю вот раз поставил два поставил разделил просто желток по идее раствориться равномерно и окрасить суп в бледно-бледно-желтый цвет бледно-бледно-желтый цвет а белок он должен схватить переме я так думаю как говорит главный герой моего любимого фильма мимино ты только не обижайся я тебе очень умную вещь скажу я так думаю так и юкроп пеньки нам не нужны мы обжаривать ничего не собираемся поэтому берем только мягкие верхние веточки укропа слав ты смотрел мимино слов отрывками так молодежь антоха ты смотрел имена вот так еще хуже средний возраст ты понимаешь ну так я я вижу где-то свет в конце тоннеля донели узнают ну хорошо какие еще знаете фильмы донели молодец на речке на речке на том бережочке мыло марусинка это из негорюй в общем леонов леонов в каждом фильме эту пел песню если вы посмотрите его любимая песня если вы знаете и смотрели фильм георгия донели не горюй как звали собаку солдата который роль играл евгений леонов а помните на скидку напишите пожалуйста в комментариях ты тоже кстати напиши в комментариях антох у него там кличка была смешная а если кто не смотрел обязательно посмотрите фильм не горюй фильм мимино так ну что ребята пошли закладывать все в кастрюлю у нас почти все готово финальная закладка вот честно скажу волнительный процесс больше чем например я волнуюсь немного даже больше чем когда я готовил гуляш венгерский или итальянский суп в предыдущих выпусках первый раз готовлю суп из тетерева потому что у него специфический запах и очень хочется узнать какой же вкус будет из этого всего выйдет вот такая вот история ну что давайте закладывать продукты сейчас будем закладывать потихонечку тоненькой стройкой в такую не слишком активно кипящую воду этот желток ух ты предполагал ну что перья как будто пух от тетерева туда бахнули и все это разлетелось кусочки вот эти грудки я буду откладывать в каждую тарелку порционно а вот это вот все когда же сердце вам есть вот эту штучку я закладывать буду полностью чтобы она растворилась и попала в каждую ложечку так вот закладываю половину укропа сюда закладываю половину петрухи ну и так как там смотрите там что смысл яйцо варится мгновенно зелень за 5 минут до готовности можно закладывать значит тетерев сварился картошка сварилась бульон готов масло продукт готовый надо по вкусу взять столько например можно чуть побольше все сейчас закипит как и положено 5 минут покипит и все останавливаем вот я стою жду вот эти вот 5-7 минут мучаюсь и думаю ну как бы черного перца не добавить и взял вот этой вот бросил и думаю чуть-чуть добавлю вы смотрите сами можете не добавлять в принципе если не любить черный перец а мне нравится я прямо вот раз щепоточку посмотрите какая красота и 2 1 2 все здесь я думаю его не помешают она очень хорошо сюда заходит ждем когда будет подача ну что ребята суп из тетерева встречайте готов ну давайте пробовать вообще очень тонкий спокойный хороший вкусный бульон не напряжные без остроты очень хорошо черный перец кстати в тему пошел прямо пах растворился чуть-чуть прямо поддает причем даже не дробленый можно а именно молотый вот именно молотый именно таким уже порошком и вам надо добавлять четко сейчас кусочек мяса слопаю отлично сюда сметана пойдет я думаю немного вот полторы ложечки ну а со сметаной мне кажется вообще будет пушка ну да хотя и так и так каких-то кардинальных изменений сметана не внесла потому что и так там было достаточно все такое очень приятно спокойно и все прочее ну что все получилось суп можно сказать из дичи из тетерева будет возможность поймаете как-нибудь тетерева или увидите перепела продаются в магазине я думаю что-нибудь подобное надо приготовить отличный рецепт все в описании переходите пожалуйста по ссылке которая указана самое первое в описании это ссылка наших генеральных партнеров посмотрите если кому-то интересно одежда для девочек одежда для мальчишек женская одежда джинсы скоро появятся там переходите в описании интернет-магазин валберис ссылка и посмотрите страницу наших генеральных партнеров модного дома алисия фиори спасибо за внимание до свидания удачи удачи Продолжение следует...